Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Продолжаем тему Переход в 5 измерение на гребни волны вознесения. Отец-абсолют практики. Читает Лора. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! Теперь мне хочется показать вам на практике, как вы можете удерживать свои вибрации на должной высоте даже в самых критических ситуациях. Но сначала я дам вам одну несложную практику, которая поможет вам закрепить энергию вознесения в своей собственной тонкоматериальной структуре. Как можно чаще представляйте себе, как эта энергия окутывает ваши верхние чакры. Для этого вы можете использовать все тот же золотой треугольник. Но в данном случае это будет трехцветный треугольник. Синяя энергия будет соответствовать шестой чакре, фиолетовая седьмой, а розовая к шишковидной железе. И пусть эти энергии находятся в постоянном движении, перемешиваясь друг с другом, создавая красивые узоры вращения спирали. Постепенно опускайте их все ниже, с тем, чтобы они окутывали уже все ваши тела, наполняли собой ваши нижние центры. С пятой по первую. Добейтесь этого, чтобы вся ваша тонкоматериальная структура наполнилась этими цветами и мысленно поддерживайте ее в этом состоянии. Точно так же вы можете наполнять этими энергиями и коллективное сознание человечества. Начинайте с его верхних чакр, постепенно спускайте это прекрасное триединство божественных энергий все ниже и ниже, растворяя ими заложенные в коллективном сознании человечества программы трехмерного мира. Очень хорошо, если эти энергии будут вращаться, что приведет в движение спрессованные тяжелые слои человеческого подсознания, в котором закреплены эти программы. Проявляйте творчество, родные мои. Почувствуйте эти энергии и найдите самый оптимальный для вас способ работы с ними. Если вы научитесь жить в этих энергиях постоянно, вы непроизвольно начнете делиться ими с окружающими вас людьми, таким образом наполняя энергией вознесения и коллективное сознание человечества. Этого идет уже ваше подсознание и станет новой неосознанной реакцией на все происходящее в вашей жизни. Но чтобы поскорее прийти к такому состоянию, не теряйте времени зря и каждый день отрабатывайте навыки нестандартной реакции на людей и самые разные события, как мировые, так и ваши мелкие рутинные дела. Поверьте, родные мои, в вашей жизни нет мелочей. Каждый день это дарованное вам свыше сокровище, которым вы вправе распоряжаться по своему усмотрению. Вы можете прожить этот день в счастье или в горе, наполнить его весельем или грустью, интересными событиями или тоскливыми часами. Вы можете реагировать на все происходящее с вами как человек трехмерного мира, окунувшись в его энергии, а можете как человек уже новой земли, наполненный энергией вознесения, который щедро делится ею с другими. Попробуйте, мои дорогие, подобно серферу, поймать волну вознесения и лететь на ее гребне вперед, уже больше не падая вниз. Я благословляю вас на это, любящий вас безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «На гребне волны вознесения». Субтитры создавал DimaTorzok